Пока еще врачи видновской районной больницы здесь неполноправные хозяева. Несмотря на то, что в помещениях нового корпуса инфекционного отделения чисто и опрятно, кое-где уже расставлена мебель и приборы, много работы и впереди. Отмывание полов, окон, пыль, унитазы, оборудование, мебель, все надо вытереть, протереть, отмыть, чтобы можно было зайти в это здание. Оборудование в большинстве своем пока еще тоже не установлено. Это будет сделано прямо перед сдачей корпуса в эксплуатацию. Но врачи уже точно знают, как все будет работать. Здесь будут мониторы следящие, здесь будут аппараты искусственной вентиляции легких, если понадобится дополнительная какая-то вспомогательная вентиляция. Ну и ряд оборудований, которые необходимы для палаты и интенсивной терапии. Строительство корпуса было начато в 2015 году в рамках государственной программы здравоохранения Подмосковья. Заказчиком объекта является администрация Ленинского района. Всего на возведение здания, которое осуществлялось по индивидуальному проекту, было потрачено более 240 миллионов рублей. Сложнее еще нигде нет вентиляции, как вот она разделена в инфекционном корпусе тут по четырем линиям, чтобы не было пересечений. Этот корпус, вот, он снабжен, допустим, семью лифтами. Чем еще корпус интересен этот? Допустим, он имеет в здании 12 входов. Площадь корпуса составляет без малого 5000 квадратных метров. Он рассчитан на 40 койко-мест. Здание переменной этажности на 3-4 этажа. При этом здесь целых 7 лифтов. Главная задача, которую удалось решить, чтобы больные не пересекались и не контактировали друг с другом. Тем более, когда речь заходит о маленьких пациентах. Передали стол для грудных детей. То есть все необходимое. Замечательно. Ну, это скрешенного типа, да. Дети, взрослые, подростки, то есть все могут сюда поступать. В скором времени сюда переедет детское инфекционное отделение Видновской больницы, которое пока ютится в основном здании. Мы так долго ждали этот корпус. Мы очень рады, что этот корпус наконец построили. И он соответствует всем современным требованиям такого педиатрического инфекционного отделения. Вот. И мы благодарны, конечно, нашему правительству, администрации района за этот подарок, который они преподнесли детям нашего района. И я думаю, нам будет здесь хорошо работать. Главное управление государственно-строительного надзора Московской области после инспекции здания выдало заключение о соответствии техническим регламентам. А это значит, объект на 100% готов к вводу в эксплуатацию. Очень скоро здесь будут принимать первых больных. Мы получаем документы из администрации города соответствующие. Для необходимости оформления санэпидзаключения. Санэпидзаключение нам дает Роспотребнадзор. Дальше мы начинаем уже активно здесь обустраиваться и получать лицензию. Предполагается реорганизация взрослого инфекционного отделения. Когда-то это была центральная видновская больница. Даже роддом был здесь. Сейчас в ней располагается инфекционный корпус. Это здание 54-го года постройки. И, наверное, оно было очень хорошим и красивым зданием для жителей нашего района. Это инфекционный корпус, который построился в то время и отвечал самым современным требованиям. Но на сегодняшний день это здание, посмотрите, какое, абсолютно не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Все пришло в негодность. Пришло в негодность, наверное, слишком мягко сказано. Это здание вполне может стать декорациями для фильма ужасов. Но скоро лечебное заведение покинет эти стены. Взрослое инфекционное отделение теперь будет находиться в Домодедове. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова